В одном зале и дети, и взрослые. И те, и другие хотят работать, кто летом, а кто на постоянной основе. Анжелика из Италии. Там, говорит, кризис, который, по ее словам, заканчиваться не думает. Пришлось вернуться на родину и уже в Сочи искать работу. У меня лично на данный момент, у меня немножечко обстоятельства более легче, чем люди безработные. Но для меня мне бы устроила работа простая. Горничная или дежурная по этажу. Зарплаты 25 тысяч. Примерно так. Но если немножко меньше, меня бы устроило. Вакансий много и самых разных. И это не только рабочие специальности. Требуются инженеры, врачи, экологи, товароведы. На сегодняшний день в Центр занятости обратилось свыше двух тысяч горожан. Официально безработных сейчас 365 человек. На каникулы и школьников готовы принять на предприятиях города. Я пришел от школы и думаю, надеюсь, найти здесь работу какую-то для будущего. На лето вообще. Очень хочу работать летом. Сейчас определюсь. Во-первых, мне нужен график, чтобы с тренировками у меня складывалось все. Это самое главное. По закону школьники могут работать только полдня. Но и при таких условиях выбор есть. Это помощники по зеленому хозяйству, помощники, ученики, помощники разных видов направлений. Потому что у них сокращенный рабочий день идет. И мы планируем вместе с работодателями трудоустраивать несовершеннолетних именно в сферу санаторно-курортной в большей степени. Но при этом у нас и есть работодатели и других сфер, которые изъявляют желание увидеть у себя несовершеннолетних для вовлечения в труд. Сегодня в рамках акции «Планета ресурсов» проводилось тестирование школьников. С тем, чтобы психолог помог определиться, к чему подростков лежит душа и какую в будущем выбрать профессию – гуманитарную или техническую. Елена Овсецына, Борис Осин, телекомпания ФКТ.